МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте! В студии Алина Ваучейская. И вот о чём мы расскажем сегодня. В Ненецкой тундре продолжаются торжества по случаю главного праздника кочевников – Дня оленя. В нашем эфире большой репортаж с полуострова Канин. Море, солнце и песок. Как и в каких условиях отдыхали дети из Ненецкого округа на Черноморском побережье в оздоровительном комплексе Дружба смогла оценить съёмочная группа телеканала Север. В российских школах могут появиться шкулфоны. Гаджетом можно будет пользоваться на уроках. Чем же помешали привычные смартфоны и какие опции будут доступны в новом устройстве? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин произвёл ротацию Президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в Президиум Госсовета вошли 8 глав субъектов Российской Федерации, в том числе губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Государственный совет является совещательным органом при Президенте России. Для решения оперативных вопросов формируется Президиум Госсовета из 8 человек. Персональный состав Президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода. «Все профессии нужны, все профессии важны» – это цитата из известного с детства стихотворения. Но если большинство из нас находит своё призвание ближе к совершеннолетию, то в Ненецкой тундре есть профессии, которые передаются по наследству с рождением ребёнка. Это оленеводы. Согласно официальному календарю, 2 августа в Ненецком округе проходит главный праздник региона – День оленя, который ранее носил название «День оленевода». В начале августа во всех оленеводческих хозяйствах стартуют мероприятия, посвящённые этой дате. В этом году начались они с самой северо-западной точки региона. Мы находимся на полуострове Канин. Вокруг нас бескрайняя тундра. Совсем рядом Баренцево море, а в сотнях километрах нет ни электричества, ни телефонной связи. И в этом настоящем мире живут самые настоящие люди, у которых сегодня праздник. Ежегодные труженики тундры, бригады, разбросанные по её бескрайним просторам, собираются вместе и отмечают свой праздник. Принимают гостей, соревнуются в меткости и ловкости. Неизменно в программу праздника входят соревнования по метанию тензея, прыжки через нарты. Самое зрелищное – гонки на оленьих упряжках. К слову, гонки проходят ночью или ранним утром, когда на землю спускается туман. Ведь по росе нарты скользят куда лучше. Есть у хозяев тундры общая черта – скромность. То ли образ жизни диктует такие правила, то ли суровый север не позволяет быть слишком эмоциональными. Таков и потомственный оленевод Валерий Ваучейский. Он всю свою жизнь прожил в Ненецкой тундре. Здесь трудится и воспитывает сыновей, которые не хотят уезжать в город. Просторы севера им ближе и дороже. Работаете на неделе, лёгко не будет, правильно. Так же у нас, так же. Квата бывает тяжело, квадрик. Каждому своё, кто как привык к детству. Яна Григорьевна, так представилась наша маленькая бесстрашная знакомая, родилась и жила до начала школьных лет в тундре. Теперь она учится в Несской школе и приезжает в гости к родителям только на каникулах. Она очень любит спорт и хотела бы стать ботаником, чтобы изучать цветы. Ну, я так-то жила в Неси, у меня школа-то. Я жила в Неси. А до того жила тут. Тут бродят, тут бывают росомахи ходят, и медведи, и эти лисы. Ты их видела сама? Да, я видела медведя. Ловки тоже тут бродят. Ничего себе, не страшно? Не. На наш вопрос, не ругают ли их родители за то, что они далеко уходят от дома, она гордо ответила, что она-то взрослая, ей почти девять, и малыши под её чутким присмотром. Мудрая не по годам выпускница социально-гуманитарного колледжа Лидия вернулась в родную тундру на лето. Исполнилась её мечта. Вместе с дипломом об окончании учебного заведения она получила возможность стать воспитателем кочевого детского сада. Призналась, что возвращаться она совсем не хочет, потому что без городских благ уже тяжело, но приезжает для работы с детками, и в гости будет при каждой возможности. Поделилась с нами она и главным секретом кочевой жизни. У настоящего оленевода должна быть главная и единственная мысль в голове, это, наверное, олень, в первую очередь, ради чего он живёт и работает, и во вторую очередь должна быть большая любящая семья, которая его поддерживает. У нас семья большая, друг друга поддерживаем как можем, у нас всё есть. Тянет в морожковые края не только уроженцев этих мест, но и гостей из далёких городов. Так Игорь Шипков, побывав однажды на Ненецкой земле, возвращается сюда снова и снова, найдя здесь вдохновение для творчества. Русский Север – это гордость наша, то, что это у нас есть, здесь душа восстанавливается энергетически, здесь заряжаешься, подпитываешься, здесь просто отдыхает весь организм. Как сюда можно приезжать? Вырываюсь постоянно, как только вот есть возможности, Архангельская область, Лишакони, Пиннига, Мизенский район. Ну а зимой на санях 4 часа по снегу, Великую Тундру, как уж тут песню-то не написать. Тем более, я сам гармонист из Санкт-Петербурга. Вокруг пролетает все небо, Так быстро, так быстро, Сани мчатся по снегу, И со свистом, и со свистом. Посмотри, как красиво сиянье, Это снежное диво, Заполярье, Заполярье. Заполярье, Заполярье, Диво севера, это сиянье. В рамках празднования Дня Оленя для здорового развития и безопасности деток провели необходимую прививочную кампанию. Для всех желающих организовали профосмотр. У меня в плане это провести детям профпрививки, то есть от трех месяцев до восьми лет. В плане где-то 13 человек будем работать. Прилетел на праздник и глава региона Александр Цибульский. Поездка губернатора на полуостров Канин носила не только праздничный, но и рабочий характер. Вместе с главой региона в ней приняли участие представители окружного собрания депутатов и профильных органов исполнительной власти Неницкого округа, глава Заполярного района. Конечно, оленеводство, я это много раз говорил, имеет большие перспективы. И сегодня, на мой взгляд, оно находится на таком переломном этапе, когда просто надо сделать один шаг, чтобы сделать его более современным, более механизированным и отвечающим тем возможностям и условиям, которые сегодня диктует жизнь. Мы много для этого делаем. Действительно, оленеводство и поддерживаем. В этом году мы поддержали больше чем на 250 миллионов общей сложности. Сельское хозяйство, большую часть, конечно, оленеводства. В прошлом году это было чуть меньше, порядка, по-моему, 220 миллионов. И будем идти, и будем наращивать эту поддержку, и будем стремиться к тому, чтобы оленеводство становилось действительно такой основой экономики сельского хозяйства нашего региона. В этом году запустили, мне кажется, очень правильную программу в нашем колледже, впервые за много лет, и выбрали новую профессию, оленевод-механизатор. Тем самым хотим как раз молодежь учить уже тем новым возможностям, которые им предоставляет современная техника и технологии, для того, чтобы вести вот этот традиционный образ жизни. И на стыке вот здесь технологий и традиций, как раз, мне кажется, есть будущее. Добавлю, мероприятие организовано при поддержке администрации Нининского округа в рамках соглашения с компанией «Лукойл». Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Море, солнце и песок. Детский оздоровительный комплекс «Дружба» располагается на живописном побережье Черного моря в Лазаревском районе Сочи. В 2019 году здесь в общей сложности отдохнули и поправили здоровье 219 детей из Нининского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации. В их числе 120 детей из сельских населенных пунктов округа Бугрино, Великовисочного, Варника, Каратайки, Красного, Макарова, Нельминого носа, Неси, Чижи, Омы, Снопы, Тельвийские, Устькары, Харивера и Щелина. Детский лагерь «Дружба» находится в Сочи в поселке Макапсе в 100 метрах от Черного моря в лесопарковой зоне. Территория лагеря «Дружба» представляет собой субтропический парк с кипарисами, пальмами, монголиями и платанами. Работаем мы сезонно, то есть в летний период времени. Принимаем детей со всей страны. В настоящий момент у нас находится дети на оздоровлении из республики Татарстан, с Наринмара, Московская область, Ростовская область и дети наши кубанские. Смена осуществляется по 21 дню. Большой периодический состав у нас порядка 70 человек. Особое внимание уделяем, прежде всего, безопасности, к комфортному, доброму отдыху детей. Вся наша работа направлена на то, чтобы дети получали хорошие эмоции, позитивные. Детский лагерь вмещает в себя 500 человек. Дети в лагере «Дружба» расселяются в двух трехэтажных корпусах в трех-пяти местных номерах. Для удобства – раковин, душ и туалет на этаже. В лагере имеются столовая, медицинский кабинет, стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле, настольный теннис, брусья и турники, библиотека, киоски. Директор лагеря Александр Вахтуров признается, что работа с детьми очень непростая. Работа нелегкая, конечно, у нас. Что тут сказать? Дети бывают разной категории, конечно. Для этого есть педагогический состав, который работает постоянно. Это и психолог, и начальник, и заместитель начальника лагеря, вожатые, и воспитатели. Но это наша работа. То есть мы не делим детей на богатых и бедных, на веселых, озорных или трудновоспитуемых. У нас сотрудник ПДН на постоянной основе, прикомандированный сотрудник ПДН, капитан полиции. Весь сезон курорт находится у нас на территории, проживает. То есть если дети попадаются, ну, трудновоспитуемые, так мы их называем, проводятся постоянно профилактические беседы, составляются какие-то там материалы, то есть бумаги. Ну, слава богу, в первые три раза ничего такого серьезного не было, конечно. В течение всей смены в лагере «Дружба» проводятся развлекательные мероприятия. Вечера подвижных игр, конкурсы, День Нептуна, День именинника, торжественное открытие и закрытие смены, спартакиады, эстафеты «Веселые старты», первенство лагеря по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, армрестлингу и многое другое. У меня дети хорошие, активные. Есть, конечно, озорники некоторые. Но не страшно, все поправимо. Молодцы. Живем уже дружно вместе. Иногда ругаемся. Мероприятие у нас был квест, который им очень понравился. Делали сами вожатые. Для них дети были просто в восторге. Теперь каждый раз квест, квест, квест. Постоянно просят. Танцевальных мероприятий много. Вот сегодня танцевальный батл у нас будет. Участвует шесть человек. Это отряда. Объединяемся с отрядами тоже. Музыкальные мероприятия. Ну, вчера было спортивное мероприятие. Они заняли у нас первое место. Молодцы. И вот в футбол сегодня играли. 5-1. Нет, 5-0 сегодня наша команда выиграла. И в тот раз тоже играли. У нас 5-1 был. Вообще молодцы. У меня мальчики спортивные все. Футболисты. Молодцы. За дополнительную плату организуются экскурсии по достопримечательностям Лазаревского, экскурсии в Сочи, в Дендрарий, Дельфинарий, экскурсии на 33 водопада, в Самшитово ущелье, к Дальменам и так далее. Мне нравится быть в Солово. Я люблю проходить всякие классы, я люблю проходить всякие сложные задания. Мне это точно нравится. Что больше всего понравилось? Экскурсии на Бериндеево царство. Дельфинарий был у нас? Да, был. Дельфинарий. Океанариум. Акванариум. Ну и все. Да, мне тут понравилось. Мне понравилось, как мы ездили на квест. Ну, квест, наверное, все знают. Там страшилки, может быть. Мне понравилось дельфинарии, акванариум. Ну и все понравилось. Вожатые хорошие, не нравятся? Ну, так, бывает, если навредить. Если что? Если навредить им. А, если навредить, а вы вредите? Да? Хорошо? Да. Да, здесь очень хорошо. Каждый раз, хоть, думаю, потом прикольно было, когда в дельфинарии пауков больших вот таких видели. Дельфинов, аку даже. Маленьких хотя бы. Когда дельфины, там прикольно еще было. У нас такое было, что покупаешь мячик, и там, получается, можно будет и дельфинов потрогать. Вот это. Это было очень прикольно. Здесь еще каждый раз квесты вожатые приведут. Здесь очень прикольно. Если бы я это в телевизоре увидел, я бы сразу хотел бы туда. Утром у нас море. Ходим на баян петь. Да, тут играем, тут вечеринки. Да, тут дискотеки классные, с друзьями можно познакомиться. Поиграть. Много друзей и кормят здесь хорошо. Я передаю привет деревне Чижа. Я хочу передать привет моей маме и моей сестре Гале и Оливушке. Привет. Детский лагерь «Дружба» располагает собственным оборудованным галечным пляжем. Купаются дети два раза в день, утром и вечером по 30 минут. Помимо воспитателей и вожатых, на пляже всегда дежурит группа спасателей. Также хочется напомнить, что право на получение бесплатной путевки за счет бюджетных средств и оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года предоставляется детям в возрасте от 7 до 16 лет из семей, чей доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума, а также детям-сиротам, которые находятся на попечении в семьях. Да не пусть собрались мы, а в этот крае даешь мы, только самолетом можно долететь. Александра Бобрякович, Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сочи, поселок Нижняя Макапсе. У российских школьников может появиться новый гаджет, так называемый «скулфон». В отличие от обычных смартфонов, его можно будет использовать на уроках. Чем помешали привычные смартфоны и какие опции будут доступны в новом гаджете? Найти другие вопросы искала ответ моя коллега Наталья Кислякова. Надо строго какие-то правила вынести, что вот нельзя когда включать, да что-то. А если после уроков или на перемене, если, например, моему внуку-мальчику что-то надо сообщить маме, так почему бы и нет? Ну, наверное, лучше запретить. Почему? Потому что дети на уроках сидят в телефонах и плохо воспринимают информацию. Положительно. Положительно? Почему? Потому что дети не отвлекались на телефоны, на игры. Как бы отвлекают, да, телефоны-то, они бывают и на уроках, но наиграют. Так-то, да. А с другой стороны опять надо, чтобы ребенок со школы пришел, он позвонит, что идет домой. О том, что мобильное устройство мешает проведению уроков, говорят не только родители, но и учителя. В уставе школ даже есть пункт, который запрещает использование гаджетов во время учебного процесса. Однако, зачастую его не соблюдают. Бывают ситуации на уроках, что мешают действительно настолько сильно, что учитель начинает нервничать, ребенок отвлекается. Бывают ведь ситуации такие, что ребенку звонят в середине урока, он просто встает и выходит из класса. Мне надо ответить. Он говорит, мне нужно ответить. Выходит и говорит, звуки, многие дети звук не отключают. И иногда возникает очень тяжелая конфликтная ситуация на уроке. Учитель объясняет материал, ребенку звонят, он встает и выходит, не отключает звук. Это тоже ненормальная ситуация. Ненормальная. То есть здесь проблему, конечно, нужно решать. А вот в уставе школы там есть такое положение, они запрещают пользоваться телефоном на уроках. Но, однако, не всегда оно соблюдается. Впрочем, глава комитета Госдумы по образованию предложил Растеху разработать альтернативу современному смартфону Шкулфон. В устройство на аппаратном уровне зашьют все необходимые приложения и фильтры, а также контакты родителей, учителей и одноклассников. Наш эксперт, журналист Михаил Веселов, который активно участвовал в обсуждении такого нововведения в социальных сетях, подчитал, сколько будет стоить переход на Шкулфон и при условии стоимости одного аппарата 5000 рублей. По почетам журналиста, порядка 80 миллиардов. Как это скажется на семейном бюджете, если родителям школьников придется приобретать для ребенка и смартфон, которым он будет пользоваться вне школы, и Шкулфон для учебного процесса? А если детей в семье несколько? Что касается дополнительной нагрузки на семейные бюджеты, связанные с необходимостью приобретения Шкулфонов, ну, наверное, надо идти государству по тому же пути, как и с организацией питания в школах. Те семьи, у которых низкий доход, для которых станет серьезным бременем приобретение еще одного гаджета, ну, наверное, это может быть сделано за счет бюджета региона или федерального бюджета. Остальным же я бы считал правильным просто предоставить рассрочку на период обучения. Будет ли проект поддержан и разработают ли Шкулфоны для школьников еще под вопросом? Однако Роспотребнадзору уже поручено разработать запрет на смартфоны в школах к первому сентября. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...